В Воронежском Тюзе встречают гостей. Премьеру «Пустодушие» по рассказам Андрея Платонова подготовил театр равных. Я впервые вижу этот театр, поэтому я не знаю, что ждать. То, что это очень хорошо и то, что это очень нужно, я думаю, это неоспоримо. Но люди, которые имеют определенные ограничения по физическим своим каким-то качествам, наверняка в душе, в голове, в уме, в сердце своем получают большую поддержку от такой деятельности. Я думаю, что это очень полезно. Насколько это будет интересно, посмотрим. Вадим, очередная премьера театра равных и выбранные произведения Платонова. В общем-то, это автор очень сложный. Как работалось? Поначалу действительно было сложно. И первый рассказ, за который мы взялись, это «Юшка». Туговато шел, но он и дольше всех репетировался. Зато потом, когда ребята поняли, что я от них хочу, в какой форме будет проходить спектакль, чем он может быть интересен. Мало кто до этого из ребят интересовался творчеством Андрея Платонова, а здесь, так сказать, слушали аудиокниги, добывали всяческую информацию о его судьбе, о творческом пути и так далее. И сдвинулась с мертвой точки буквально на рассказе «Пустодушие». После «Юшки» мы стали работать над этим рассказом. Несмотря на то, что последовательность спектакля другая, но это мы потом уже когда стали понимать, как развивается мысль в спектакле. И репетируя этот рассказ, вот произошло то самое расслабление, когда ребята до конца осознали, поняли, в чем суть, в чем кайф этих произведений, в чем удовольствие работать в подобного рода сложнейшем материале. И работа сдвинулась достаточно бойко, пошла, и «Пустодушие» и «ФРО» у нас получились достаточно за короткий срок. Потом мы все, так сказать, пытались подвести к одной мысли, и вот сегодня результат будет какой-то. Зал в день премьеры был полон, и уже с первых минут стало ясно – достучаться до сердец получится. Сердце в людях бывает слепое. На прошлой неделе тебе укоро зорвали, а ты говоришь, народ тебя любит. Лучше бы ты помер, может веселее без тебя станет. Пустодушие! Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились между ними. Забраковали тебя люди, а кто тебе судья? Он не понимал, зачем ему умирать, когда он родился жить. Пустодушие! Половина полвека прошло, застарились вместе. По надобности мы все равны. Пустодушие! Три рассказа Андрея Платонова легли в основу спектакля – «Юшка», «Фро» и «Пустодушие». Название последнего и стало ключевым. Актерам удалось сыграть настолько эмоционально и ярко, что было полное ощущение погружения в ту самую жестокую действительность, о которой писал Платонов. Чего ты думаешь такое особенное? «Юшка» останавливался, слушал и молчал в ответ. Слух у тебя, что ли, нету? Животное такое! Ты же вибростую честную к объявлеву! А тайно ничего не думай! Говори, будешь жить как надо. Не будешь? Ага. Ну ладно. И после разговора, во время которого «Юшка» молчал, взрослый человек убеждался, что эта «Юшка» во всем виноват, и тут же бил его. От кротости «Юшки» взрослый приходил в ожесточение и бил его еще сильнее, чем хотел сначала, и в этом зле забывал на время свое горе. Режиссер-постановщик Вадим Кривошеев так профессионально распределил роли, а ребята мастерских исполнили, что казалось, такими и видел своих героев наш знаменитый земляк. О, просто сказала, что у нее тоже горе. Муж уехал далеко. О, уехал, не умер, назад возвернется. А я там в аресте заскучала, загорюнилась. Раньше ж не сидела, не привыкла. Если б сидела, так бы и горе мало. Я уж всегда такая невинная была. Но власть меня не трогала. Вышла я оттуда, пришла домой. Муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится. Почему? Думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная. Ой, а вечером ему на дежурство идти, таково печально нам стало. Он берет берданку. Пойдем, говорит, я тебя сладкой водой угощу. У меня 12 копеек есть, хватит на один стакан. Мы его пополам выхнем. Ой, а у меня тоска идет, не проходит. Самым эмоциональным стал заключительный фрагмент спектакля о разрушенном фашистами Воронеже в 1942 году. Потом я подумал о судьбе ребенка, оставленного мною в Воронеже. Враждебные, смертельно угрожающие силы сделал его жизнь похожей на рост слабой ветви, сочавшейся в камне, где-нибудь на скале, над пустынным и темным морем. Ее рвёт ветер, измывают штормовые волны. Но ветвь должна противостоять гибели и разрушать камень своими живыми, еще не окрепшими корнями, чтобы питаться из самой его скудости, расти и усиливаться. Другого спасения ей нет! Другого спасения ей нет! Другого спасения ей нет! Другого спасения ей нет! Эта слабая ветвь должна вытепить и преодолеть и ветер, и волны, и камень. Оно единственное живое, а все остальное мертвое. И когда-нибудь ее обеиные разросшиеся листья наполнят шумом пустой воздух мира, и буря в ней станет песней. Другого спасения ей нет! Как ваши впечатления? Вы знаете, я была второй раз, первый раз была премьера «Кот на крыше», и сейчас рост огромный, очень впечатляет, очень трогает, очень по-честному. И действительно, это настоящие актеры. Незаметно, кто есть кто. Понимаете, это настолько сглажено, настолько по-честному. Поэтому спасибо большое и всем, кто принял участие в этом спектакле. Очень трогательно. Наверное, давно меня не трогали так вот спектакли, как этот. Вроде бы такая простая идея, а что-то глубокое есть. Поэтому очень доволен. Ну, пожалуй, только вот это могу сказать пока. Надо осмыслить. Слезы подступают к горлу, понимаете, вот даже говорить и смотреть, да, потому что, ну, вот люди, ну, как они, ну, не потерялись, да. Нашли себя, что ли, или их нашли. Ну, вот спасибо тем, кто этим занимается, да, все-таки. И взяли такую сложную вещь. Мы, в общем-то, вот думали, думали, как Платону можно поставить. А оказывается, можно. Оказывается, можно, и даже с таким составом. Как Ваши впечатления от спектакля? Потрясающий спектакль. Он поднимает в душе столько чувств, которые есть, они в нас живут, но с бытовыми какими-то определенными ситуациями, проблемами, жизнью, как-то это затухает, уходит. И молодцы ребята, то, что пробуждает в нас это, заставляет нас сопереживать, чувствовать. Замечательный спектакль. И я, у меня море чувств, я очень потрясена. Спасибо им огромное. Действительно, было очень много моментов, когда прям трогала до слез. Вот я чувствовала, что все, еще чуть-чуть, и я прям заплачу. А на самом деле редко такое бывает, потому что стараешься как-то, ну, не знаю, из-за того, что устаешь в школе, в институте, на работе. Ты просто не понимаешь, не задумываешься о таких вещах. А здесь столько эмоций сразу, и вот я до сих пор не могу еще отойти. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.